Книга песни-песни Соломоновых Как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, Потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, Сходящих с галаада. Зубы твои, как стадо овец, Выходящих из купальни, Из которых у каждой пара ягнят, И бесплодный нет между ними, Как половинки гранатового яблока, Ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят цариц И восемьдесят наложниц И девиц бесчисла. Книга пророка Малахии, Глава третья, стихи с первого по второй. Вот я посылаю ангела моего, И он приготовит путь предо мною, И внезапно придет в храм Свой Господь, которого вы ищете, И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, И кто выдержит день пришествия его, И кто устоит, когда он явится, Ибо он, как огонь расплавляющий, И как щелок очищающий. Послание к галатам святого апостола Павла, Глава третья, стихи с двадцать четвертого по двадцать девятый. В этом есть и насказание. Это два завета, Один от горы Синайской, Рождающий в рабство, Который и есть Агач, Ибо Агач означает гору Синай в Аравии, И соответствует нынешнему Иерусалиму, Потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, Он матерь всем нам. Ибо написано, Возвеселись, неплодная, нерождающая, Воскликни и возгласи, Немучившаяся родами, Потому что у оставленной Гораздо более детей, Нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти Сигнал, рожденного по духу, Так и ныне. Евангелие от Луки, Глава 1, стихи с 39 по 56. Встав же, Мария во дни сии С поспешностью пошла В Нагорную страну, в город Юйудин, И вошла в дом Захарии, И приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала Приветствие Марии, Зыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнилась Святаго Духа, И воскликнула громким голосом, И сказала, Благословенна ты между женами, И благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, Что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего Дошел до слуха моего, Зыграл младенец радостно во чреве моем, И блаженно уверовавшее, Потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, Величит душа моя Господа, И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, Что презрел он на смирении рабы своей, Ибо отныне будут ублажать меня все роды, Что сотворил мне величие, Сильный и свято имя его, И милость его в роды родов, К боящимся его, Явил силу мышцы своей, Рассеял надменных Помышлениями сердца их, Низложил сильных с престолов И вознес смиренных, Алчущих исполнил благ, И богатящихся отпустил ни с чем, Воспринял Израиля, Отрока своего, Воспомянув милость, Как говорил отцам нашим К Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею Около трех месяцев И возвратилась в дом свой. Святой Ефрем Сирин Слово о смирении и гордости Кто вступает в брань И желает одержать победу, Тот пусть, как в броню, Обличется в славный доспех Смирение. Оружие лукавого — гордость, Ею умертвил он отца нашего Адама, Ею умерщвляет и всех, Че от его. А оружие Господа нашего — смирение, Сие оружие уготовил он на лукавого. Им низверг сатану С высоты самоуправного владычества. Смирением вооружились апостолы. Им побеждали истинно верующие. Оно доставляло победу И древним, и новым. Припояжитесь шестим орудием Ученики Христовы, Потому что им приобретете победу И сделаетесь наследниками царства. Кто любит победу, Тот вооружайся с ним оружием. Кто желает войти в царство, Входи с ними вратами. Смирение — путь к царствию. Это дверь небесная, Это лествица, По которой человек восходит на небо. Им Бог снизошел с высоты До обители земнородных. Им потомки Адамовы Восходят из глубины до обители корних. Им приобретается всякое благо, Им преодолевается всякая напасть. Смирением человек более благоугождает Богу, Нежели жертвами и приношениями. Через него достигают совершенства правдивые, Приемлются Богом кающиеся, Примиряются с Ним грешники, Оправдываются виновные. Смирение есть источник, Из которого истекает все доброе. Напротив того, Гордость есть кладезь, Из которого течет все худое. Кто облечен смирением, В том живет все доброе. А кто облечен гордостью, В том пребывает все худое. Смирение и грешников Возводят к совершенству, А гордость и совершенных Доводят до порока. Сатана вначале был совершенный дух, Но пал от гордости И стал князем гиенским. Разбойник был злодей И преисполнен всяким злом, Но исповедался в своем смирении И стал наследником царства. Грешник, если приобретет себе смирение, Делается праведником. Напротив того праведник, Если предается гордыне, Делается грешником. Господь наш верхом всех добродетелей Поставляет любовь. Но кто же богат любовью, Как несмиренный? Смирением приобретаются Как любовь, так надежда и вера. Оно пост делает истинным постом. Оно охраняет девственников, Дает цену милостыни. Оно жертву делает угодную Богу. Кто постится без смирения, Тот постом своим прогневляет Бога. И блудники лучше горделивых девственников. Милостыне поданное без смирения Не приемлется на небе. И жертва, принесенная без смирения, Не угодно святому духу. Кто без смирения совершает бдение и молитву, Тот не лучше сонливого. А молитва смиренного, Хотя он и спит, Благоухающая кадила пред Богом. Смиренному, если и согрешить, Легко принести покаяние. А гордый, если и праведен, Легко делается грешным. Кто обременен грехами И желает от них освободиться, Тому нужно только приобрести смирение. Оно приблизит его к Богу, От которого получит оставление грехов, Залог новой жизни. Доказательством утверждаемого Мною служит блудница, Которая обременена была грехами, И, облегшись в лизу смирения, С сокрушением умоляла О прощении ей грехов. По элику Господь наш видел, Как она смирялась, То омыл ее от греховной нечистоты И благоволил, Чтобы имя ее Вписано было в Евангелие, И чтобы слава о ней Распространилась в целом мире. А по элику память ее Так славна на земле, То имя ее Превозносится и на небесах. И все это приобрела она Смирением. Всякий смиряющийся вознесется, Говорит Господь наш В своем Евангелии, И всякий возносящийся Смирится. Учит нас Спаситель наш. И сколько гнусна гордыня Показывает Христос, Говоря, Кто высок в сердце своем, Тот мерзок пред Господом. Желательно тебе стоять высоко. Усердно возлюби смирение. Оно без усилий делает человека Праведным. Любишь ты праведность? Возненавить гордыню И возгнушайся ею. Она и дела правды делает Неблагоугодными Богу. Смиряющиеся грешники И без добрых дел оправдываются. А праведные за гордыню Губят и многие труды свои. Имейте всегда пред очами Ученики Христовы Самого Христа, Который уничижил себя, И старайтесь приобрести смирение, Потому что им угодите вы Богу. У кого есть смирение, С тем сам Христос. А кто исполнен гордости, В том невидимо водворяется лукавый. Преданный высокомерию Делает из себя жилище бесов. А кто облечен в смирении, Тот пребывает в Боге. Кто любит смирение, Тому легко любить и Бога. А кто любит гордыню, Тот ненавидит Бога. Если хочешь одержать победу над лукавым, Вооружись смирением. Ибо дьявол, Как скоро увидит у тебя сие оружие, С трепетом побежит от тебя прочь. И если хочешь благоугодить своему Господу, Облекись в ризу смирения. Ибо, как скоро увидит тебя воной, Возрадуется о тебе И прославит тебя в царстве своем. Прекрасное оружие смирения. И кто с ним выходит на брань, Тот не бывает побежден. Смирение — высокая ограда. Блажен, кто в нем находит себе убежище. Смирение наделяет непорочных благословениями И делает их наследниками светлого чертога В небесном царстве. Оно принесло Авеля в благоугодную жертву Богу. Оно спасло Ноя от потопа, И не погряз он в водах потопных. Оно Мельхиседека поставило Иереем Божиим. Смирение Авраама сделало другом Божиим И первым главным из возлежащих на небесной вечере. Исаака спасло смирение от жертвенного заклания. Иакова сделало наследником благословений. Иосифу даровало царство, Моисея увенчало сиянием, Аарону дало первосвященство. Иисусу – предводительство народом, Давиду – царство, Гедеону – победу, Невфалиму – исполинскую крепость. Езекии – избавление, Илью – восхитило на небо. Елисею дало духа, Самуилу – урок помазания. Исаии – высокие видения, Иону – извлекло из моря. Даниила – исрва. Одним словом, Смирение прославляло святых и в древние, И в последние времена. Сие это смирение, Сей источник всех благ, Твердо храни в душе своей, Ученик. Оно источает тебе все прекрасное, Приближает тебя к Богу, Вводит в содружество с ангелами, Открывает тебе сокровеннейшие тайны, Исполняет тебя всякой премудрости, Обнажает пред тобой глубины, Показывает тебе неведомое. Оно преклоняет пред твоею славою И покоряет ей высокомерие гордых. Посевает мир внутри тебя, Славу окрест тебя, Чистые помыслы в сердце твоем, И делает светлым лице твое. Смирение не дает места раздражительности В сердце твоем И искореняет гнев в душе твоей. Далеко гонит от тебя прочь ненависть, Зависть и злобу. А напротив того, Исполняет тебя любви, Мира, радости и веселья. Не радости людей, думающих о земном, Не веселья сильных земли, Но радости духа, Веселья и мудрости. Оно приобретает тебе благорасположение Всякого человека И делает тебя боголюбезным. Ангелы радуются в виде тебя, А бесы приходят в смущение. Даже завистливые, которые ненавидят тебя, Внутренно изумляются тебе, Потому что упоены они яростью, А твое сердце Спокойно и мирно. Никто в дольнем мире Не живет такой высокой жизнью, Как смиренный, И только совершенные из людей Достигают высоты смирения. Приятно и сладостно Иго смирения. Кто несет его на себе, Тот проходит высокое И великое служение. Итак, подклони выю свою Под иго сие, Ученик, желающий благоугодить Богу. Трудись под игом смирения, И труд твой угоден будет Богу. Нужно ли тебе получить прощение Во грехах, Получишь его за смирение. Желаешь ли преодолеть в себе порог, Преодолеешь смирение. Желаешь ли наследовать вечную жизнь, Им наследуешь. Желаешь ли стать высоким, Оно вознесет тебя, Как написано. Любишь ли чистоту, Им приобретешь чистое сердце. Вожделеваешь ли святости, Оно соделает тебя святым. Желаешь ли стать совершенным, Оно путь совершенных, И на всякую высоту Взойдешь ты с смирением. Смирение стезя к царству, Дверь небесная, Сад райской, Трапеза сладостей, Начало благ, Источник благословений, Упование, не посрамляющее Никого из притекающих к нему. Им очищаются грешные, Оправдываются виновные, Возвращаются на истинный путь Заблудшие, Спасаются погибшие, Торжествуют сражающиеся, Увенчиваются победители. Подлинно, Весьма высоко и величественно Смирение. Блажен, Кто пламенно возлюбил его, Стремится во след за ним И преуспевает в нем. Все сокровища заключены в смирении, Все блага, Все духовные богатства Можно найти в нем. Сочти и перечисли их, Если можешь, Потому что в смирении есть все. Перечисли подвижников Во времена древние, Средние и новые, И если в состоянии, Сочти всех, Кто смирением приобрел победный венец. Вразумись же всем этим, Ученик Христов, И отложи всякую гордость, Избери же себе смирение, И поелику ты просил меня Написать тебе, Каким оружием в брани твоей Можешь побеждать лукавого, Который ненавидит тебя за то, Что ведешь с ним брань, То отверз я двери слуха Просьбы твоей, И весьма радуюсь твоим доблестем, Ибо примечаю, Что дух твой Ревностно стремился к победе. Осматривал я Оружейную храмину победоносцев, Вникал, Какое оружие Облегшемуся воное Доставляет победу. Много оружия Представилось там взором моим, И каждым из них Можно одержать Блистательную победу. Во-первых, Видел я чистый пост, Этот меч, Который никогда не притупляется. Потом видел девство, Чистоту и святость. Этот лук, С которого острые стрелы Пронзают сердце лукавому. Видел и нищету, С пренебрежением, Отвергающую серебро И всякое имущество. Эту броню, Которая не допускает До сердца Изощренных стрел дьявольских. Заметил там любовь, Этот щит, И мир, Это твердое копье, От которых трепещет сатана И обращается в бегство. Видел бдение, Этот панцирь, Молитву, Эти латы И правдивость, Эту легкую военную колесницу. Но рассматривая Все сии вооружения И размышляя, Какое из них всех тверже, Увидел я оплот смирения И нашел, Что нет ничего тверже его, Потому что никакое оружие Не может проторгнуть его, И лукавый Не в силах взять его приступом. Посему-то, Оставив прочие Исчисленные мною оружия, Написал я тебе Об этом одном смирении. Если желаешь Одержать победу В брани, Которую ведешь ты, То ищи себе прибежище За оплотом смирения. Там укройся И не оставляй сей ограды, Что бы не уловил тебя В плен хищник. Не полагайся На собственное свое оружие, Что бы не поразил тебя Лукавый. Вот вооружение, Которое посылаю тебе Из оружейной храменной Победоносцев, Потому что этим И они побеждали. Блажен, Кто сим вооружившись, Вступает в брань. Господь наш Сам облегся в смирение И нас научил смирению, Что бы дать нам средство Его смирением Побеждать лукавого И всю силу его. Господа нашего Предлагаю тебе смирение. Слушай и заучи это, Ученик, Что бы не ошибиться тебе И не почесть себя Смиренным, Когда ты не смирен. Воздерживай уста Свои от излишних речей. Не говори худого о том, Кто противен И ненавистен тебе. С покорностью Выслушай старших себя. Следуй не своей воле, Но воле братьей своей. Понемногу вкушай пищи, Не предавайся Продолжительному сну, Будь неутомим В работе, В служении другим. Ревностно упражняйся Во всех-всех добродетелях, Преимущественно же В смирении, Потому что Им уплатишь Все свои долги И справишься От всех своих погрешностей. Оно приблизит тебя К Богу. И Бог Возвеселится о тебе, И тебя Возвеселит И сделаешься Сосудом В честь К славе Господа твоего. Слава Господу, Который Уничижил себя, Научил нас Смирению И дал нам Духа своего, Чтоб говорить О богатстве смирения. Благословен Отец, Пославший его к нам. Слава Единородному, Спасшему нас. Благодарение Святому Духу, Через нас Освещающему О смирении, Досподобятся Помилование Уста, Изрекшее Сие, И прощение Рука, Написавшая, Милости И оставления На суде Грехов, Читающие И слушающие. Да даст Господь Наш Победу И венец Правды Тому ученику, Который подал Повод К слову Сему, И кто Помолится О бедном, Написавшем Сие, Того Молитвы Да войдут На небо И найдут Тебе Доступ В Царство Божие. Слава Тебе, Боже, Который Так Любишь Любящих Тебя. Слава Слава «Учениx» «ав sym contigo» Тебя 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 Субтитры создавал DimaTorzok